Рыбопромышленники края подсчитывают убытки. Летняя путина не оправдала прогнозов ученых. Осенняя тоже признана в этом году неудачной. Рыбы было очень мало. В следующем сезоне промысловики готовы пойти на беспрецедентные меры, чтобы увеличить численность лососевых. Прогноз не оправдался. В этом сезоне вместо запланированных 30 тысяч тонн красной рыбы в Амурском бассейне выловили только 1800. Рыбопромышленники говорят о провальной Путине 2018 года и подсчитывают убытки. Учитывая прогнозы науки, подготовка была полномошабная. Соответственно, мы на все наши береговые и плавзаводы пригласили рыбообработчиков со всего Дальнего Востока вплоть до средней полосы России. Мы, соответственно, понесли убытки в плане заработной платы. Рыбы на море не было. Путина 2018 обросла скандалами. В интернете появились видео с заграждениями, которые якобы не дают пройти рыбе на нерест. Однако эти заездки – легальное орудие лова. Они ограничены в размерах и косяках легко обходят. По словам промысловиков, гораздо больше вред от браконьеров, которые используют сплавные сети. Такой незаконный метод лова может влиять на популяцию. Еще одна причина сокращения популяции лососевых – изменение климата. В этом сезоне из-за чрезмерного тепла рыба ушла на север. На Камчатке в Летнюю Путину ее было в два раза больше обычной численности. Промышленников Хабаровского края проблема объединила. В 2019-м решено пойти на беспрецедентные меры. Есть три ассоциации, которые, в принципе, согласовали, договорились, подготовили соглашение о том, чтобы на промысел летних лососей, потому что летнюю киту от горбуши нельзя отдельно ловить, они идут совместно, в 2019 году не выходить. Летняя Путина ведется в Николаевском районе и в Низовье Ульшского. Там работают около 20 предприятий. Все они готовы с конца июня до середины августа следующего года не выходить на лов. Однако инициативу промышленников не поддержали коренные малочисленные народности. Губерния.